Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. 24 августа в арене Риги сборная Украины по баскетболу будет проводить очень важный матч в рамках квалификации к чемпионату мира. Будет играть со сборной Италии. И билеты на этот матч доступны в кассе без rindos.lv. И очень важные обстоятельства. Все вырученные средства с продажи билетов пойдут на поддержку народа Украины. Мы же поговорим об этом матче, поскольку сборная Украины тренируется долгое время у нас в Латвии. Под руководством главного тренера, нашего латвийского замечательного, прекрасного тренера Айнреса Багатаскиса. Здравствуйте. Доброе утро. Я даже покраснел сейчас, когда вы меня так представили. Ой, ну что вы. Заволновался. Ну и мы поговорим о том, как происходит подготовка. И вообще, может быть, на тему баскетбола и современного, как мы готовимся, как проходит квалификация к чемпионату мира, кто является фаворитами. Но, может быть, сначала является ли ваше участие в подготовке украинской сборной как помощь Украине? Или это обычная практика, когда, может быть, разные тренеры работают с командами других стран? Это, в принципе, обычная практика. Ну, когда я начал работать чуть-чуть больше, чем три года назад в сборной Украины, тогда ничего не предвещало, что может случиться, что будет война. И сейчас уже, когда началась война, мы как раз проводили первый этап квалификации на Кубок мира в Испании. Война началась в день игры, когда мы играли с испанцами. И там, конечно, было наимно ожидать, что команда, что мы будем в фокусе на игру. Но все равно как-то сыграли достойно. И после этого этих всех, это всего сумасшедшее, что творится сейчас в Украине. Команда, ну, разъехались игроки, получили предложения с разных клубов. И сейчас мы базируемся в последнее время в Латвии, в Риге. Огромное спасибо Федерации баскетбола Латвии, государству, правительству Латвии, что они нам помогают, поддерживают. И сейчас, наверное, надо сказать, неполных две недели назад мы начали подготовку к второму этапу Кубка мира одновременно и чемпионату Европы, который стартует в начале сентября в Италии. И парадоксально, что нам сейчас игра в втором этапе на Кубок мира против Италии, а потом уже будем против итальянцам играть в группе на чемпионате мира. И подготовка идет, может быть, не совсем, скажем так, как надо было, потому что, исходя из разных проблем, мы не могли собраться. Нормально было бы сейчас готовиться, практика такая вообще есть, что 4-5 недель до турнира ты готовишься, чтобы, ну, так, реально подготовиться к команду, поднять физически, понять, в каком направлении двигаться по защитному нападению. Сейчас у нас где-то это нету, одновременно это нету у многих стран. И мы работаем, исходя из того, что у нас сейчас есть такие обстоятельства, то, что очень похвально, как всегда, игроки в сборную приезжают представлять свою страну, ну, с большим желанием. Никогда не было никаких отказов. Я знаю, в разных странах есть там игроки, типа, ищут оправдание, почему не сыграть, почему приехать позже. У нас такого нету. Скажем так, тренировки, не могу сказать, что их много. Мне, как любому тренеру, хочется, чтобы тренировок, чтобы подготовка была побольше, поллиннее, идет, как я называю, до первой крови. Да, игроки не щадят ни себя, ни других, и стараемся играть агрессивный, быстрый баскетбол. То, как мы подготовимся, уже узнаем через пару дней. Итальянцы, это... Не хочу сказать, что один из фаворитов квалификации Кубка Мира, но Европы точно, потому что их там носили даже топ каких-то 6-7 команд, которые имеют шансы на победу, учитывая еще то, что они дома, учитывая то, что почти вся команда играет в Евролиге или играли и играют в NBA. То есть, получается, что итальянцы достаточно сложный соперник и такой трудный, да? Итальянцы сложные, в прямом смысле, очень сложные. И, поверьте, итальянский баскетбол, ну, скажем так, Италия не только в футбол умеет играть. Это очень хорошая лига, очень хорошая система подготовки игроков, хорошая, рослая команда, умная команда, опытная команда. Одновременно, наверное, скажу так о всех, так же, как о нас скажут, ничего такого, чтобы невозможно было играть с ними на равных. Я никогда не говорю играть на победу, потому что это, само собой, ясно для всех. Мы все всегда играем в профессиональном спорте, я считаю, играем на победу. И если мы выполним четко то, что запланировали, и самое главное у нас будет, если так выразиться, такая хорошая, в смысле, агрессивность. Даже, может быть, где-то сверхагрессивность. То мы имеем шансы. Вот вы упомянули о том, что с Испанией как раз была игра, когда началась война. Вот, тем не менее, ведь вы же уступили, ну, я говорю, вы, как сборная Украины, уступила буквально одну очко испанским баскетболистам. То есть, вот насколько вообще вот сейчас оказывает психологическое давление события в Украине на игроков? Ну, частично, может быть, тем людям, которые только это слушают, читают где-то, может быть, это не понять. Да, но когда ты внутри событий, когда ты видишь, что игроки, что люди в Украине чувствуют, 100% мы стали, я думаю, украинский народ, все стали психологически сильнее. Уже чем уже удивить? Знаешь, если через чего сейчас Украина проходит, это только закаляет. И, знаете, очень большая часть игроков, перед этим, у нас 90% украинской сборной игроков играли на Украине. Да, и сейчас, когда ты, скажем так, вынят из зоны комфорта, тебя, ну, тебя просто бьют. Сейчас мы смотрим и видим, как мы держим удар. Команда, как я вижу, держит удар. А если вообще вот говорить о войне и спорте, насколько, вот, если мы говорим о том, что начинаются военные действия, вот, насколько это отражается вообще на проведении, то есть, вот, я понимаю, что в самой Украине сейчас игры не происходят, или как это? Ну, конечно, какой там баскетбол сейчас на Украине, если вся страна думает о защите своей страны, да, от агрессора. И, вы знаете, мы можем только говорить, как чувствуют те люди, например, ну, игроки сборной. Конечно, сейчас страны кажется, что там, они играют мячик, да, но это единственное, что, по-моему, на этот момент эти рослые, эти большие мальчики могут делать, представлять достойно Украину на международной арене. И практически уже полгода никто не был дома, не видал со своими родственниками, все время сидит на телефонах, как там, что там. И психологически, я всегда считаю, что психологическая подготовка игрока, это стоит наравне на технической, физической, тактической подготовке. Если кто-то из этих компонентов выпадет, то игрок не сможет играть. И я думаю, сейчас мы как-то, ну, такие более психологически, ментально мы сильнее и более устойчивы. Хотел бы так надеяться. И так есть. Ну, вот поддержка родных и близких. Вы говорите о том, что многие игроки не видели свои семьи довольно долго. Я очень хорошо помню, что был такой, ну, очень красивый фильм Клода Лилюши, где был момент, ну, это вставная история с боксером, который терпит поражение, его начинают бить на ринге. И тогда тренер вот во время перерыва подводит к нему жену, которая ему говорит о том, что она его любит, даже вот несмотря на то, что что бы ни случилось, она все равно его будет любить. И это настолько воодушевляет его, что он выходит на ринг и побеждает соперника. И побеждает. Конечно, конечно. Так же есть. Вы же ответили на вопрос. Конечно, так же есть. Сейчас команда играет за себя, за страну, за того парня. Сто процентов. Кто является вообще фаворитами на чемпионате мира? Насколько, вот какие еще соперники могут предстоять в сборной Украины? Ну, нам сейчас, это первая игра против Италии, который один из фаворитов. В группе есть шесть команд, три команды выходят уже на чемпионат мира и берут, сейчас, скажем так, мы были в группе с Испанией и Грузией. Испания был фаворит, они проиграли Грузией, к сожалению, сбежали от нас. И сейчас мы брали с первой части, первого этапа квалификации, мы брали все победы с собой. И сейчас итальянцев три победы, испанцев три. Исландии две, Грузии две у нас, и у нас одна, Голландии нет. И, скажем так, каждая игра сейчас, наверное, надо сказать, как последняя. Одновременно турнир такой, ну такой, скажем, что, несмотря на то, что в группе есть шесть команд, ты до последнего имеешь практически шанс выйти, если, конечно, побеждаешь. В прошлом отборе на квалификацию тоже в Украине было, как говорили, три матчбола, чтобы выйти. Да, ну где-то не сошлось. И потому, я говорю, исходя из предыдущего опыта, мы должны, ну каждую игру выйти, ну максимально. Я считаю всегда, что самое важное есть следующая игра, остальные уже потом. Сейчас есть только на очереди италия, все мысли только о ней. А если вот говорить о команде, то, что это сборная, и игроки часто заняты в других клубах, и вынуждены, ну, они проводят время за пределами, то есть вот как часто они собираются для общей тренировки, насколько вот это сложно, что они выбывают, может быть, не всегда, ну, находятся вместе? Ну, это есть такое, ну, это, скажем, так есть в профессиональном спорте, что и в всех видах спорта, что за сезон игроки работают, в прямом смысле есть контракты где-то в клубах, а сборная, так, скажем так, до этого лета собирается два раза по неделе в год, да, на эти игры, квалификации. Сейчас летом чуть-чуть другая ситуация, клубов нету, работы клубовой лиги не произойдет, нету соревнований, игроки могут тренироваться больше. Одновременно, конечно, у всех есть свои семейные заботы, бытовые проблемы, просто хочется отдохнуть и так далее, и так далее. Поэтому я говорил, не зря же говорят, что, ну, так, по расчетам идеально есть готовить минимум четыре, максимум шесть недель на что-то, или турнир большой, или сезон. Ну, скажем так, мы готовимся две недели, так что, так что чуть-чуть больше, чем две недели, так что время есть как есть, но я говорю огромную благодарность игрокам, после того, что они приехали. Хоть я говорю, я никогда не представлял в жизни, что игрок может, может быть, даже так сказать, что игрок может ставить свои интересы. Это нормально, у нас есть свое эго, свои интересы выше сборной. Я считаю, что баскетболист, каждый баскетболист своей страны должен играть за сборную, если его приглашают, потому что это как, скажем так, подоходный налог. Все-таки все мы научились играть в своих странах. Да, там мы можем говорить, там, есть системы, нет системы, неважно, это Италия, Испания, Америка, Латвия, Украина, да. Каждая страна, если тебя приглашают, это уже, ну, показатель твоего, ну, скажем так, баскетбольного качества. Потом пройдешь или нет дальше, это другое, но все равно это налог, который, это единственное, что ты своей стране сейчас можешь дать на этот момент. Есть ли какие-то особенности места проведения? То есть, во-первых, то, что играют они в Риге, и вот сама Арена Рига, насколько она комфортна для проведения такого рода матчей? Ну, Арена Рига – это вообще баскетбольный рай, да, как я говорил, благодаря возможностям, благодаря Латвийской баскетбольной федерации, и у нас есть возможность там тренироваться, руководство арены шло на встречу, и мы проводим долгое время там. И поверьте, очень часто есть так, что тренируешься в одном зале, играешь в больших залах. У нас есть такая привилегия, что мы достаточно много времени уже провели арену, играли в прошлый этап Кубка мира, там готовились и сейчас. И все-таки, знаете, всегда команда начинает первые тренировки, первые пару недель дома где-то. А украинская сборная, игроки, вот начиная с февральских событий, не было в Украине. Как чувствуют ли они себя вот здесь, как дома? Ну, то есть, вот насколько Латвия для них стала какой-то второй родиной? Вы знаете, я недавно прочитал, что сказали так, что твой дом там, где ты вечером положил голову на подушку. Но родина есть одна только. Но, в принципе, стараются ли у нас, вот все ли делается в нашей стране, для того, чтобы украинские, ну вот украинцы, и в частности украинские спортсмены, чувствовали себя комфортно, ну вот как-то чувствовали доброжелательность, гостеприимство, вот с этой точки зрения? Сто процентов, сто процентов я могу с полной ответственности. Я не знаю, с игроками все-таки мы общаемся, кому что, какие проблемы или что-то там, чем помочь, никто не жалуется. Мы не капризные, но, поверьте, все хорошо. Для нас созданы хорошие условия, бытовые, тренировочные, это самое главное. Остальное будет потом. Осталось дело за малым, за нас. Играть качественный баскетбол. Вот для качественного баскетбола есть ли какие-то хитрости, кроме вот тренировок, есть ли какие-то специальные диеты, что можно, что нельзя, вот по сменам? Вы знаете, я довольно уже долго, наверное, скажу всю жизнь в этом бизнесе, и я считаю, что искусственно что-то с стороны говорить игроку, что надо, как надо питаться, что надо, это глупо. Потому что все взрослые мальчики, и они должны понять, что они зарабатывают, живут в этом бизнесе только благодаря своему телу, во-первых. И если ты не будешь заботиться о своем теле, будешь питаться так, этим, так, фастфуд или, наверное, не будешь соблюдать режим, будешь тусовать, да, то ты просто, ну, уничтожаешь свой организм. В каком-то коротком сроке это, может быть, там не чувствуется, да, на долгосрочном это чувствуется, ой-ой-ой. Это так же, как с машиной ехать, знаете, ты едешь по автостраде с третьей скоростью. Третьей скоростью и на 150 км в час. Да, ты не можешь долго так продержаться, мотор рухнет. И то же самое, я считаю, с организмом, телом профессионального спортсмена. То, что этот матч будет не просто матчем, но и благотворительным, вот то, что все вырученные средства от продажи билетов пойдут на поддержку Украины, что вот, какое значение действительно он имеет? Потому что я понимаю, что это не только игра, это еще и сбор средств. Ну, это, как я говорил, это только та малая часть, что мы можем сейчас помочь Украине. То есть, ну, прийти на этот матч, это значит тоже, ну, поддержать... Ты уже поддерживаешь Украину, поддерживаешь борьбу Украины против агрессора России. Насколько вот поддержка, чувствуется ли вот поддержка Украины среди латвийцев, рижан, насколько вот во время игр есть ли свои уже какие-то фанатские группы? Ну, скажу только то, что, если не ошибаюсь, на игру с Испанией было там 5 тысяч. Это уже тоже показатель. И нам очень нужна любой, любой себя уважающий профессиональный спортсмен ненавидит играть в пустых трибунах, особенно сейчас это особенный матч. Это, ладно, здесь в Латвии сейчас тоже нашли место жительства много украинцев, не только украинцев, латыши, все-таки сборная Украины, в которой второй раз есть игроки NBA, Михалюк и Лень. Плюс на этот момент эта команда, может быть, точно может сказать, что без легионеров. Поверьте, всех баскетбольных держав, кроме там Литвы, Латвии, боюсь даже еще что-то сказать, все баскетбольные державы, даже испанцы, натурализируют игроков. У нас есть только игроки, которые родились в Украине, которые играли. На мой взгляд, это, может быть, одна из самых сильных порных вообще, какая была Украина. Да, так что я думаю, посмотреть на такой баскетбол плюс итальянцы в баскетбольном мире неправильно, без комментариев, без особых комментариев. Это очень хорошая команда. И так что, когда еще, если не сейчас, посмотреть качественный баскетбол и поддержать Украину? Желаем вам действительно удачи и успехов. Напомню, что 24 августа в арене Рига сборной Украины по баскетболу проведет очень важный квалификационный матч к чемпионату мира против сборной Италии. И все доходы от этого матча, от продажи билетов, пойдут на поддержку Украины. И билеты доступны в кассе bezrindes.lv. Впереди, я понимаю, что еще будет встреча за сборной Италии уже в рамках чемпионата мира. То есть, ну, это уже будет совсем другая... Европа, Европа. Европа, Европа. Сначала мир, потом Европа. Да, сначала мир, а потом Европа, да. И говорим огромное спасибо наш латвийский тренер, который тренирует сборную Украины, Айнерс Багатаскис. Спасибо вам огромное. Желаем удачи. Спасибо за поддержку. Всего доброго. До свидания. Хорошего дня. Радио Болтком